Сегодня в Ленинском районе города Бреста насчитывается порядка 1 тысячи граждан, сдающих жилое помещение на длительный срок. Все они, вопреки разговорам, не являются индивидуальными предпринимателями. Получают доход от сдачи комнаты, квартиры или дома, владелец недвижимости платит лишь подоходный налог в фиксированных суммах за весь год или за каждый календарный месяц в отдельности. В настоящее время ставки подоходного налога в фиксированных суммах в Брестской области установлены решением Брестского областного совета депутатов от 20 декабря 2013 года номер 318, которая вступила в силу с 7 февраля 2014 года. В частности, в настоящее время граждане, осуществляющие сдачу в наем жилых помещений, находящихся на территории города Бреста, уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах в размере 183 тысяч рублей за каждое сдаваемое жилое помещение или комнату. Однако не все, предоставляющие свои квадратные метры, в аренду должны платить подоходный налог. Это касается тех, у кого в жилом помещении поселился молодой специалист или выпускник, направленный на работу в соответствии с договором о целевой подготовке. Это правило будет действовать до тех пор, пока не сечет срок обязательной службы молодого специалиста. Чтобы причислить себя к отряду граждан, получающих доход от сдачи жилплощади, необходимо заключить письменный договор, форма которого устанавливается в Совмином Беларуси. Перед тем, как сдавать жилое помещение в наем на длительный период, необходимо заключить в писанной форме договор найма жилого помещения и зарегистрировать его в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда. Обращаем внимание, что гражданам, уплатившим подоходный налог после 7 февраля на март по старой ставке 100 тысяч рублей, необходимо доплатить налог до 183 тысяч рублей и пеню. Однако есть один нюанс, на который следует обратить внимание. Если сдавать жилплощадь сроком до 15 суток, то в качестве индивидуального предпринимателя человек просто обязан зарегистрироваться. И в этом случае платить нужно будет уже по другому тарифу. Не подоходный, а единый налог. Продолжение следует...